Мне очень, конечно, очередной раз договаривают, да, для того, чтобы мы такому важному документу, как бюджет города Альчинска, уделять слишком малого времени. Во-первых, мы начали рассматривать только фактически материалы нам по бюджету, отправленные 3 ноября, а сегодня уже у нас 23-е. За 20 дней все статьи, затраты, полученные в том числе и комментарии, ответы, которые я могу продемонстрировать, это только из моих 10 вопросов, только 3 вопроса мне отправлены документы, по которым можно ознакомиться. Ну это так, периодическое отступление. Вот эти пачки, они из ниоткуда не появляются, это огромный труд всей администрации. Поэтому вот, ну это вот так, в качестве, как говорится, периодического отступления. А если более конкретно, то, что касается доходов бюджета. Вот я считаю, что бюджет 21-23-х годов у нас, мы пытаемся принять, слишком оптимистично. Что мне позволяет говорить об этом? То, что доходы, анализируя доходы предыдущих лет, это именно 17-18-19-е и уже прогнозные 20-го года, что на 21-й год мы по основным статьям доходов бюджета налоговым и налоговым закладываем рост, наверное, до 30%. Вот я так, на ответы конкретные на свои вопросы не получил. Почему, например, налог на доходы физических лиц по предыдущим годам увеличен почти на 100 миллионов рублей? Я хотел бы узнать, что дает нам такие основания, чтобы доход по этой статье, которая, можно сказать, она самая основная статья, которая формирует именно собственные доходы города Ачинска, на 100 миллионов увеличить по этой статье. Мы провели в этот период еще одну корректировку, проводим вторую комиссию, послезавтра у нас сессия, это все требует подготовки. И мы, чтобы правильно уходили, да, мы готовимся для всего депутатского корпуса. Доклады, отчеты, пояснения. И когда нам задают вот такие вот кучу вопросов, мы что, должны всех депутатам отодвинуть и заняться только персональным ответом депутата? Все конкретные вопросы, да, мы сегодня на них постараемся ответить. Но это вопросы второго чтения. То есть то, что мы сегодня не ответим, мы эти вопросы запишем и будем отвечать на втором чтении. Вот предлагается такой вот порядок работы. Как планируется налог на прибыль? Он планируется исходя из оценки крупнейших налогоплательщиков. У нас, в принципе, где-то 12 организаций. Еще есть прочие, которые в общем массе доходов около 2 миллионов составляют. Там их много и есть организации, которые буквально однократно платят. В этой связи считаем, что наша оценка по налогу на прибыль проведена абсолютно верно. В этом году мы планируем 20 миллионов при первоначальном плане, 70. Но мы все понимаем, что у нас сложилась такая ситуация с коронавирусной инфекцией, когда очень многие организации, особенно крупнейшие наши организации, были вынуждены очень большие средства вкладывать в проведение превентивных мер. Мы знаем, что у нас и закупались средства индивидуальной защиты, и проводилась, так скажем, шефская работа проводилась и с транспортными средствами, и со всеми остальными. Поэтому оценку я считаю, что мы провели абсолютно верно. Налог на доходы физических лиц. Здесь у нас предусмотрено повышение порядка 6% к уровню текущего года. Если мы рассмотрим минимальный размер оплаты труда, который с нового года составит 20 468 рублей, к тому, что сейчас у нас действует минимальный размер оплаты труда в размере 19 468, то мы получим уже только на мроте прирост 5,5%. И плюс у нас есть еще такие категории работников, как преподаватели, врачи, культура и спорт, те, у которых индикативная заработная плата, средства, на которые темпы роста не такие, как по минимальному размеру оплаты труда. И плюс у нас с 1 июля было повышение оплаты труда бюджетникам на 10%, и на 3% еще раз повышалась бюджетникам заработная плата. Поэтому здесь тоже я считаю, что заработная плата у нас запланирована реалистично. Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты. Здесь норматив доводится законом Красноярского края. Министерство финансов делает расчет и разбрасывает полученную сумму по территориям. У нас есть свой норматив отчисления, который законом региональным устанавливается. В соответствии с этим законом у нас и определены наши доходы по этой статье доходов. В связи с тем, что у нас был 172-й федеральный закон, который отменил, освободил от уплаты единого налога на уменьшенный доход плательщиков, которые наиболее пострадали от коронавирусной инфекции на весь второй квартал. Плюс у нас было решение городского совета, которым мы снизили плательщикам единого налога на уменьшенный доход ставку единого налога в два раза с 15 до 7,5%. И есть патентная система налогообложения. Там тоже доходы у нас идут стабильные, приблизительно всегда на одном уровне, немножко больше миллиона. Теперь давайте обратимся к 2021 году. Что у нас в 2021 году? В 2021 году у нас уходит НДФЛ. Ой, НДФЛ, прошу прощения, ЕНГД. Но при этом у нас приходит упрощенная система налогообложения. Если мы рассматриваем упрощенную систему, то мы видим, что у нас поступление по упрощенной системе налогообложения планируется в размере почти 107 миллионов рублей. При этом у нас небольшое повышение патентной системы налогообложения. И у нас остается еще четвертый квартал, мы получим доходы по ЕНГД. Почему у нас увеличение по патенту? Потому что законодатели на всех уровнях предусматривают изменение нормативной базы. И, соответственно, мы понимаем, что у нас было до сих пор 1300 плательщиков ЕНГД на умененный доход. И все эти плательщики должны куда-то перейти. Соответственно, они выберут для себя либо упрощенку, либо они выберут патентную систему налогообложения. Вот в этой связи у нас такое, я бы сказала, увеличение налогов на совокупный доход. Но оно все связано с изменениями законодательства на федеральном и региональном уровне.